Слава Богу 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 Слава Бог Слава Богу 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 Мои смеешь, не леви горя, Ти, Боже, захистишь, И крила веры моих смеешь. Будем наткнено верить и любить, Про Христа звещати, всім добротворити, Хто свої зусилля в труд святим дадає, Той небесний моїн, той перемогає. Ти є мій захист, опора ти моя, В Тобі радію, всім сердцем я. Мене від горя, Ти, Боже, захистишь, І крила веры мої зміцнишь. Мене від горя, Ти, Боже, захистишь, І крила веры мої зміцнища. Слава нашему Иисусу Христу, нашему Господу! Ми будемо обращаться к некоторым местам Священного Писання, для того, щоб познавати, що нам Господь хоче сказати. Більше я буду обращати внимание о нашому служенні, нашій житті перед Богом. Обычно я говорю на тему вери, але сьогодні така більше тема о труде, о служенні. Послання к евреям, 6 глава, 7 стих. Земля, пившая многократно, сходивши на неї дождь, і произвращаюся злак, полезний тем, для которых і возделывається, получаєт благословення від Бога, производяще терній волстці, негодно і близько к проклятию, в якому конец сожження. Впрочем, о вас, возлюбленні, ми надеємся, що ви в лучшем состояниї держите спасення, хоча і говоримо так. Ібо не неправеден Бог, щоб забув дело ваше і труд любви, який ви оказали во имя Його, послуживши служа святым. Желаємо, щоб кожен із вас для совершенной уверенности в надежі оказывав таку ж ревність до конца, дабы ви не обленились, але подражали тем, которые верою і долготерпением наследують обетування. Це як би продолження той теми, яку ми на одному із служених затрагивали. Це шеста глава. Я читал о том, що з 1 стиха написано, оставивши начатки ученья Христова, поспішим к совершенству. Т.е. к Ісусу Христу. Здесь призыв всего послання, апостол призыває к тому, щоб його адресат, і кому він це послання пишет, вони поспішили к совершенству. І от він затрагиває такі моменти, що от образно говорить, що земля, пившя многократно, сходящий на її дожди, і прозвращаюся злак, можна тим, для яких його сделається, получати благословення від Бога. А производящий тернии вулси – негодно і близько к проклятию. Т.е. Бог на протяжении всей жизни нашей человеческой, Он нас питає, греєт, Он заботиться о нас, Он дає все необходимое для жизни благочестия на этой земле і в вечности. Но якщо ми це не поняли, якби прошли мимо, і живем так, як нам нравится, без Божього водительства, якщо наш мотив прожити своє удовольствие і не принести Богу никакого плода, то, к сожалению, ми приравнимся к цій земле, котре, от много на неї дожди, от солнце обогреває цю землю, много получає она благословений от Господа, а сама же производить тернии вулси, негодно і близько к проклятию. Т.е. для этого нам необходимо бодрствовать і жить так, щоб ми понимали, що ми знаходимося под охраною, под водительством Божьим, і що він заботиться о нас і хоче, щоб ми приносили, конечно же, йому плод по вері нашій. Знаєте, я вот смотрю, з опыта моєю такого маленького, духовного. вижу, как, когда вот мы в общении, в общем, в церкви, или то ли вот приїжджаєш на какую-то конференцию, і там встречаєшся з братьями, сістрами, і починаєш понимати, наскільки благословення ізліто в той момент, коли ми в місті. Коли ми в місті, Бог особливо, як би, показує свою руку, демонстрирує своє благословення. Сравнивши, дому приїжджаєш з цієї конференції, чи приходиш з заслуження, вже що-то не то, да? Нужно більше і більше самому, як би, знаходиться в общі, чи призвати своїх братьів, сістер, поверити, щоб вони молились, заботились також, і о кожному другу, ми должны заботиться друг о друге. То есть, це життя, це необхідна наша життя, духовна, яку Бог хоче бачити в нашій житті. І то, що ми, допустим, вчера строили, здесь заборчик, естественно, ми призвали нашого Господа в наш труд, і, естественно, він руководив цим трудом. К примеру. Також в нашій житті, як ми відносимося к нашому Господу, так у нас і случається. Один такий пример говорить, що він веруючий, він призиває Господа, але не вірить, що він йому поможет. Йому же говорять, його же братья, говорять, ти ж поймеш, що Господь с тобою. Та я, говорить, що він со мною, але у мене нічого не виходить. Це ж неверие. Тобто такий чоловік не може принести плод. Перше, що ми должны понимати, якого діло від нас ждет Господь. Перше, коли ми прийшли к Господу, вспомните, кожен свій приход к Ісусу Христу. може бути в одних по-другому, в других, у каждого по-разному, але, в принципі, Бог хоче видити в нас плоди. Тобто, в первую очередь, він хоче видити не то, що ми робимо і як ми живем для Господа, але він хоче видити, як він проявляється в нашій житті. Тобто, плоди. А що за плоди? Перший плод, це відповідь, який ми приносимо в момент покаяния, це приглашаємо його в нашу житті, так, відворюються від старої житті, говоримо, що ми жили неправильно, ми хочемо жить, як він хоче, і він дає нам понимання того, що ми завістили від Нього, а раз завістили, ми понимаємо, що це тепер він буде нас вести, і ми радуємося цьому. І от перше дело, яке ми робимо, це і дело, і плод, це що? Це наша радість. Це наша радість, це наша любов, це наш мир в нашому середі. Ось це хоче Господь, саме перше дело, яке він хоче видити, це отримується. Ось цей мир, покой, радість, любов, то, що записано у посланих к Галатам, 5-й главі, і це желання нашого Господа, тому що він так производить в нашій житті. От ми коли читаємо послання к римлянам, 12-я там глава, є, з 1-го стиха написано, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим». До 12-й глави апостол Павел увещевал римлян о хожденні і во Христе. Т.е. він говорив о том, що праведність наша приобретається в лице Бога только верою в Ісуса Христа, никаким незаконом. Якщо ми живем по закону, то ми будем бедні, несчастні, жалкі. А вот, коли ми вже действительно обретаємо эту веру, і ми понимаємо, що, як сказано перед 12-й главою, «безна богатства і премудрость і ведення Божьей, як непостижимо судьба його і неслідимо пути його, ібо хто познал ум Господень, ібо хто був советником Йому, ібо хто дал Ему наперед, щоб він должен був вас дать, ібо все из Него ім і к Нему». Т.е. Бог вездесущий, везде Он присутствует. и физически, как бы говориться, і духовно, і Он производит все. Це Он производит. Ми тільки сосуды. Дальше с 12-й глави апостол говорит 1-й стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». Есть разумное служение, а есть и неразумное, наверное. Если есть разумное, значит, Он уже призывает к разумному служению, значит, есть неразумное, которое Богу не угодно. И дальше написано «И не сообразуйтесь веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья». То есть вот наша задача преобразоваться нашим умом и понимать, что, дойти до того, чтобы понимать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Ну, воля Божья жить Христом и жить для людей. Это в двух словах. То есть любите Бога и любите ближнего. В двух заповедях совершается. А Бог будет заботиться о нас, чтобы не было наоборот, что мы больше о себе, о себе, а жить для кого-то слабо. Так вот, Господь говорит, вот эту, то есть апостол Павел говорит, воля Божья в этом и заключается. И дальше мы читаем. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Богу делил. То есть, оказывается, здесь можно возгордиться, имея какую-то веру или предназначение, какое-то служение можно превозноситься в этом, возгордиться, превозноситься. Но Он говорит, по мере веры, на то, на то дело, которое Бог воспоставил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порожнь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчество и по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли в учении? Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальство с усердием благотворитель или благотворитель с радушием. Вот такие прилагательные слова. С усердием, с радушием, в простоте. О чем это говорит? Можно же и по-другому это все совершать. Допустим, раздавать не в простоте, а в каком-то надмении. Можно же так? превозносясь над тем, кому ты даешь. Начальник ли? Начальство без усердия тоже превозносится над человеком, над которым тебя поставили. Благотворитель можно и без радуши это делать. Но в этом и плод заключается Божий, чтобы мы вот так вот поступали. То есть не просто трудились, а еще и приносили плод. То есть мотив нашего служения должен быть вот такой. И дальше мы читаем девятый вот стих. Любовь да будет непритворна. Оказывается, может быть, любовь и притворна. Она не должна быть притворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Вот даже в христианских кругах не всегда это проявляется. Вот это братолюбие, оно может быть просто лицемерное братолюбие. А тут даже призыв к такому плоду нежность проявлять в отношениях друг с другом. В почтительности друг друга предупреждайте. То есть что значит предупреждайте. Будьте как бы говорится наперед. Заботьтесь друг о друге. Не ждите пока о тебе кто-то позаботится, а потом я тебе уже. Ты мне, я тебе. Это в мире в этом. А здесь не так. В кругу христианском последователи Христа они не ждут пока тебе что-то дадут. А уже сами проявляют свою благотворительность. Усердие не ослабевайте. Духом пламенейте Господу служите. Утешайтесь надеждой, скорби, будьте терпеливы в молитве постоянной. В нуждах святых принимайте участие. ревнуйте о странном приемстве, благословляйте гонителей ваших. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Вот человек, брат приобрел автомобиль хороший, да, не завидуйте, а радуйтесь, потому что у него получилось и у вас может получиться. Если Бог пошлет, если вам это действительно нужно, то есть радоваться надо тому, что Бог кого-то благословляет может даже больше, чем меня. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Плакать с плачущими иногда мы слышим такое, что так ему и надо, вот ему что-то там горе какое-то случилось, это из-за его грехов, это из-за его жизни неправильная. Нет. Говорится здесь о том, что нужно сопереживать с тем человеком, который находится в каком-то горе и плачет. «Будьте единомысленны между собой, не высокомудствуйте». Вот как быть единомысленным между собой? Вот есть еще в другом месте сказано, что чтобы они пришли, то есть апостол говорит о том, чтобы пришли к одному, одной вере. В чем это заключается? Это заключается в том, что мы должны жить одним единственным спасителем и жить, конечно, друг для друга. Так ли в наше время это происходит в христианских кругах? Нужно просто проверять себя. Так ли я живу? Слово Божие для этого и дано нам. Будьте единомысленны между собой, не высокомудствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. То есть человеку свойственно иногда говорить о себе и ждать похвалы какой-то, чтобы человек очень хочет этого. Это плоть наша, желает такого. Но мы должны понимать, что как эту смирить гордость? Смотреть на Христа, как он поступал. Он не гордился, он не превозносился. Он предоставил свою жизнь для того, чтобы его гнали, преследовали за имя, то есть за нас сначала, за нас, за христианом. и не ждал какой-то похвалы добра. Есть такая пословица, от добра добра не ищут. Вот если делает человек добро и думает, что ему возвратится это, это уже не добро. То есть получается, что он недоброе делает. От добра добра не ищут. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано мне отчетение, я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Но сейчас враги, конечно, не те, которые были в то время, очень лукавые, очень превосходят в своем зле. Но, тем не менее, мы тоже должны быть еще выше, на голову выше, чем в то время. То есть, для нас это побуждение к тому, чтобы мы проверяли себя. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Так сказано в этой главе. Я еще хочу прочитать Матфея 20-й главы. Притча. 20-я глава, 1-й стих. Притча о работниках виноградники. Написано, «Ибо царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано утром нанять работников виноградник свой». Тоже как бы призыв к труду идет. Хозяин дома приглашает работников виноградник свой. Трудиться же, наверное, да? Что еще виноградники можно делать? Для труда. И договорившись с работниками по динарию за день послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжеще праздно. И им сказал, «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал тоже. Наконец вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, «Что вы стоите, здесь целый день праздно?» Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». «Когда наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома. и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, не за динари ли ты договорился со мною, возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему тоже, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завислю от того, что я добр. Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». так в этой притче поднимается такой вопрос, что одни, многие приходят к вере в Бога, и одни становятся верующими, и одни переносят много скорбей, страданий, а другие как бы нет, меньше, намного меньше. можно так перевести эти слова, одни пришли там утром, другие во время дня, а третьи вообще вечером пришли к Иисусу Христу, так можно рассуждать. так вот здесь идет речь о том, что первое заключение будут последнее первым, первые последними. То есть те люди, которые пришли к Иисусу Христу, давным-давно они могут уснуть, они могут стать зачерстветь в своих сердцах, в чувствах к самому Христу. Христос говорил такие слова, «Облажен тот, кто не соблазнится обо мне». То есть перенося вот страдания, все эти невзгоды, мы можем очерстветь и потерять ту первую любовь, о которой говорится в Слове Божьем. Вот помните книга Откровения, там послание Иисуса Христа к Эферской Церкви. в этом послании говорится о том, что этот человек потерял первую любовь, но тем не менее у него есть что-то, то, чем он живет. Помните, там сказано о том, что он много трудился, не изнемогал, переносил много тяжестей, скорбей, терпел, видите, переносил все, и терпел, и все, а потерял первую любовь, и все, и нет, и Христос ему такой вердикт выносит, говорит, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, а если не покайся, приду и сдвину светильник твой. Это говорит о том, что человеку свойственно, если он долго следует за Господом, остановиться в каких-то, сойти с этого пути и пойти своим путем, и как бы Христос будет на задворках его жизни. Ну, я так вот понимаю, я понимаю, что нужно, насколько нам важно вот это смирение перед Господом, необходимо для того, чтобы удержать то все, что предлагает тебе Господь, и вечную жизнь, и его благословение. Если мы живем, уже начинаем голову поднимать и говорить, это я достиг, а есть такие, среди нас могут быть такие. Я знаю, есть целые братства, которые на этом построили свое хождение, что ли, перед Богом, и они в этом превосходят в своем, как бы говорится, понимании в том, что вот они так идут и правильно делают, а все заключается не в том, что они делают, а сымели сам Господь Иисус Христос. Вот в чем заключается истина. И потому вот такой тот в этой притче, вот такое окончание. Последние первыми будут, а первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Всего-навсего, когда хозяин дома раздавал вот те динарии, трудившимся в винограднике, всего-навсего, произошел ропот на этого хозяина. Вот недовольство. Вот почему это так? Этому незаслуженно этот динарий достался, а я же столько протрудился, прожил проходил перед тобой, Господи. Ну, почему так? И вот этот ропот все перечеркивает. Понимаете? Вот легко потерять, легко приобрести Христа, легко и потерять его. Легко. Может быть, что-то не согласен, но тем не менее, вот так вот оно и есть. Еще раз, еще хочу прочитать с 25-й главы этого же Матфея послание притча о талантах, о веренных талантах. Написано 14-й стих, 25-й. «Ибо он поступит как человек, который отправляется в чужую страну, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов, точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший два таланта и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый верный раб, в малом ты был Уверен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошед и получивший один талант, и сказал. Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь день и сеял, и собираешь день и рассыпал. И боявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ. Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющим дастся и приумножится. А у не имеющего отнимется и тот, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Сказав это, возгласил. Кто имеет уши слышать, да слышит. То есть, говорится в этих словах, кто имеет уши слышать, это надо понимать. О чем же здесь речь идет? Речь идет о том, что все заключается, как мы относимся к самому хозяину, к Иисусу Христу. Вот все отношения наши. Одни, как было сказано уже в 20 главе, о том, что были первые. Первые, они всегда ревностные, да. Любовь у них есть. Первая любовь проявляется. А уже со временем это все затихает. Мы, знаете, есть такое понятие инертности. Вот есть, катится тепловоз по рельсам, состав. Он инертный. Он долго может катиться, и тормоза не срабатывают до тех пор, пока он не остановится. То есть, человек, который, подобно этому тепловозу, он живет своими интересами, живет не для Господа. У него все направлено на то, чтобы жить так, как он хочет. И получается, что по инертности по своей он не может ничего Богу приносить. А тот человек, который в Боге нашел все необходимое в Иисусе Христе, он радуется, он живет Христом, он отвергает себя. Ему, как бы говорится, все равно, что с ним произойдет. Он считает себя в руках Божьих. И он, понимая, что это приносит Богу плоды. Вот эти таланты, это и есть плоды, которые Бог хочет видеть в нас. То есть, видны они. А раз видны у этого человека, и другие смотрят на него. И таким образом он приобретает для Царствия Божия людей. И не только людей, а это же духовный мир все видит. Так, нас, кстати, мы, как на ладони перед духовным миром. Духовный мир, он видит нас, что мы делаем, как мы живем, каждый день. А мы можем этого не замечать. И этот негодный раб, ленивый, который ничего не делал, зарыл свой талант. То есть, это его отношение к Иисусу Христу. Вот так он считал, что тут же ясно написано. Он говорит, я знал, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Вот такое его мнение о Боге. И раз ты такой, я тебе ничего не буду. Никакой отдачи ты от меня не получишь. Тем не менее, он свое получил. Так, еще. В седьмой главе этой же Евангелии сказано, это Нагорная проповедь, 21 стихом. «Не всякий, говорящий не Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Получается, что и трудился, и бесов изгонял, и пророчествовал, а Бог его отвергает. Почему? Потому что он делал все это от себя. Это его религия была. Он не шел за Христом. Это его политика, можно сказать. Знаете, как у политики? Один так понимает, другой так понимает, и у каждого своя политика. А религии то же самое. То же самое. Но есть единственный путь, узкий, тут выше в этой главе говорится «Ходите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий погибель, многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». То есть этот путь, это есть Иисус Христос и Его воля. Если мы живем так и ищем этой воли, мы будем идти этим путем. А если нет, то получается мы попадаем в разряд вот этих людей, которым Господь может сказать «Отойдите от меня». «Отойдите от меня». И потому мы будем внимательны, как говорится, к слышанному, будем проверять себя, как мы живем, особенно, как мы относимся к Иисусу Христу. Наш мотив, и к жизни нашей, наш мотив, как я живу. Живу ли я по собственной воле, или я все-таки проверяю себя, как ино, Единок, по-моему, тот, который был вознесен на Него, в бытие, я сказал, на Нем. Он ходил перед Господом и не стало Его, потому что Господь забрал Его по вере Его, по Его хождению. Ходил перед Господом. Что значит? Это значит, идеально жил, да? Да нет же. Он жил примерно так, как Давид. Он все свои грехи приносил к Господу, все свою жизнь приносил к Господу. Все Ему отдавал. Все открывал. И там, где мы отдаем Христу, там Он и проявляется. Если мы не отдаем, мы сами, значит, там Христа нет. И то белая, как бы говорится, на нашей карте белая область. Там, где Христос никогда не скажет, что здесь я тебя похвалю. Нет. Он там нас не похвалит, а наоборот. Скажет, в этом месте ты неправильно шел, том нет, неправильно, а вот здесь, там, где ты мне доверял, там ты добрый раб. То есть войди в небо, в царствие мое. Будем молиться, приносить Господу хвалу густ наших в молитве. Аминь. 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 Всех людей Господь благословит, И спаси на дверях каждому открыть, Вверху же и открыть сердце дверей ты, Господа Христа пусти. Господа Христа пусти. Господа Христа пусти. Посміши, открыть сердце дверей ты, Господа Христа пусти. Він на хрест пішов страдати за наш грех, Воскресеньям славним оправдати всіх. Посміши, открыть сердце дверей ты, Господа Христа пусти. Господа Христа пусти. Господа Христа пусти. Посміши, открыть сердце дверей ты, Господа Христа пусти. Господа Христа пусти. Посміши, открыть сердце дверей ты, Господа Христа пусти. Моя щастя, кто себе Христа пусти. Моя щастя, кто себе Христу вітасть, Господа Христа пусти. Посміши, открыть сердце дверей ты, Господа Христа пусти. Моя щастя, кто себе Христа пусти. Кончим кратную молитву. Благодаря Господа Христа, Любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Можно передать приветы, кому будешь приветы. Звонили вчера Женя, передавал привет. Женя, Женя, Макаша. Глава передавал привет. Благодарим за привет. Передавайте, где кто будет, а также от нашей церкви привет.